Из жизни русской профессуры, из жизни докторов наук, Истории вам без цензуры, расскажет рокер Валащук. Здравствуйте, уважаемые любители рок-музыки! По глазам вижу, вы по мне очень соскучились со вчерашнего дня, И стомились, небось, в ожидании. Поэтому немедленно продолжаю свое очень конкретное повествование Про хэви-метал-попс-репа Шансон. Вчера я вплотную подошел к рассказу о группе Wild Ways И их концерту в главклубе. Поэтому начну с краткой справки о группе. Это музыкальный коллектив из Брянска. Организовались они в 2009 году. И первоначально назывались Sarah Where Is My Tee? Но в 2014 году, не зная с какой целью, переименовались Wild Ways. Поэтому можно сказать, что группа совсем молодая. Ей только 6 годков. За это время Wild Ways выпустили 4 альбома. Последний из которых, под названием «Анна», Они и презентовали в главклубе 29 ноября. Я с таким опозданием комментирую этот концерт только потому, Что у группы Волощука СД и без всяких наших хэви-метал-попс-репа-шансонщиков работы хватает. Поэтому руки не доходили до рецензии. Но вот выбралась минутка на выходных, Поэтому я вкратце расскажу, что я там увидел и услышал. Первое. Очень глухой звук. Режиссер не смог добиться яркости звучания. Мне один уважаемый рок-музыкант на мою сториз сразу после концерта возразил, В главклубе говорит всегда глухой звук. Такова типа специфика этого зала. Соглашусь, я уже не первый раз в главклубе. Там действительно глухой звук. Но в то же время я был там и на Моральном кодексе, и на Черном кофе. И звучали они достаточно прозрачно. Вы мне можете возразить, что это группы более легкой стилистики. Да, это так. Но я был здесь и на концерте группы с близкой стилистикой и звучанием. Уда Диркшнайдер. У которых был точно такой же состав инструментов. Две гитары, бас, барабаны и вокалист. Но у них отчетливо был слышен и голос, и гитарные партии. То есть, их звукорежиссеры смогли добиться чистоты звучания. Поэтому такое оправдание про плохой зал не принимается. Зато подтверждается один из перечисленных мною критериев хэви-метал попса репа шансона. Это глухой звук. Второе. Все звучало однообразной гудящей массой. Гитарные партии были неразличимы. Все сливалось в один сплошной гул. Подтверждается еще один критерий хэви-метал попса репа шансона. Нечеткое грязное звукоизвлечение. Третье. Мощи и громкости ударной установки не хватало для музыки такой стилистики. Хотя барабанщик и колотил бедняга, что есть мочи. Опять недоработочка. Как звукорежиссера, так и самого барабанщика. И опять-таки подтверждение еще одного критерия хэви-метал попса репа шансона. Непонимание характеристик заявленного стиля. Четвертое. Слова песен практически были неразличимы. Так как тонули в этом общем гуле. Подтверждение очередного критерия хэви-метал попса репа шансона. Неразличимость слов. В итоге, по звучанию, из-за того, что все сливалось в общий гул, создавалось впечатление грязной игры. Вначале я списывал все на акустические свойства зала и неопытность звукорежиссера. Но затем обратил внимание на работу двух гитаристов. И скажу следующее. Рок-музыка это музыка рифовая. Это многие знают. И я уже неоднократно об этом говорил. Делая теоретическое определение рок-музыки. Над которым так задорно смеются очень многие великие российские рок-музыканты. А метал-кор, в котором пытаются работать Wild Ways, это рок-музыка современная, где рифы уже совсем другой скорости и ритмики, нежели в классическом хард-роке 70-х, или первоначальном хэви-метале 80-х, или панк-роке. Эта музыка строится именно на сложных скоростных рифах, а не на банальном мьютовом чосе, отбивающем 8-е или 16-е доли. И в этой стилистике нужна четкая артикуляция каждой ноты в скоростном рифе. Именно так играют западные лидеры этого стиля. И именно так играл Дмитрий Рубановский из Outcast на концерте в Авроре, где мне удалось побывать, когда была слышна каждая сыгранная им нота, несмотря на то, что рифы были очень сложные и скоростные. Если играть нечетко, то все сольется в один общий гул. В музыке Wild Ways рифы присутствовали, но не той сложности, как у Outcast. Поэтому говорить о какой-то музыкальной продвинутости этих музыкантов я бы не стал. Это первое. И второе. Оба гитариста зачастую включали обычный детский панковский чос, еще более примитивизируя собственную музыку. Более того, они очень часто одну и ту же партию чесали вдвоем. Поэтому такая дворовая самодеятельность чисто звучать и не могла. Я уже как-то рассказывал, комментируя концерт Вячеслава Бутусова, что такая игра на гитаре с банальным отбиванием ритма у советских филармонических музыкантов называлась «Чесать пузо». Это абсолютно не украшающая электрическую музыку фоновая партия, которая ни музыкального смысла, ни красоты в музыку не добавляет, а только привносит шум и грязь. Так можно играть акустические концерты и то. Даже в акустике чес желательно делать с оригинальной ритмикой, а не просто доли отбивать. Иначе это примитив. Так дети во дворах бренчат на гитарах, когда учатся играть. Повторюсь, в рок-музыке вообще, а в метал-коре тем более, играют рифовыми партиями. Да, чес используется, но аккуратно, как дополнительная поддерживающая партия, но не постоянный аккомпанемент. Постоянно – это примитивно. Это никак нельзя назвать передовой рок-музыкой. И такая игра, помимо режиссерских недоработок, также добавляла в музыку «Вайлд Вейс» и «Грязи», и «Глухоты». Теперь перехожу к вокалу. Все традиционно для хэви-метал, попса, репа, шансона. Тут тебе и экстремальный, и чистый вокал, тут тебе и речитатив в долю, который, я так понял, они за рэперскую читку принимают. В общем, все вместе и сразу. И самое главное – все поется в долю, как и положено в попсе, или читается речитативом в ту же долю, как положено в попса-репе. То есть именно в ту, самую примитивную ритмику. Все в соответствии с проповедуемой ими стилистикой – хэви-метал, попса-репа-шансоном. Теперь перехожу к текстам. Так как на концерте слов было не разобрать, мне пришлось найти их тексты в интернете, чтобы уже сложить окончательное мнение об этом вокально-инструментальном ансамбле. Так вот, и поэтически все у них сделано в стилистике хэви-метал, попса-репа-шансона. Все смешано в кучу. Тут тебе и пацанские реперские тексты про тяжелую жизнь на районе, тут тебе и попсовые тексты про несчастную любовь, тут тебе и панковские тексты про плохую власть, тут тебе и шкалярское философствование, тут тебе и бессмысленный акын, и все это приправлено шансонной матершиной. Ну, чтобы быть в тренде. Вернее, во всех трендах сразу, как и положено в хэви-метал, попсу-репа-шансоне. Но все-таки надо признать, вайлдвейс поэтически более продвинутые в сравнении с другими подобными группами. Тут тексты наполовину аглицкие, наполовину русские. То есть не лыком, ребята, шиты. Чтобы не быть голословным, зачитаю несколько характерных отрывков из различных песен группы Уайлдвейс, одновременно напоминаю вам про один из самых главных критериев хэви-метал попса-репа-шансона, очень высокую в кавычках поэзию. Аж вершины не видно. Тексты песен взяты мною с сайта Genius.com. Первая песня называется «Гиена». С очень глубокомысленно-философским попсовым текстом. «Это мой последний раз с тобой, твоя рука в моей, но я бы сказал, когда я буду там, я больше никогда тебя не увижу. О, я тебя больше не увижу. Я создал ее по частям. Я нарисовал своего кумира в стенах своего мозга». Следующая песня называется «Эверест». Тут уже подключается российская рэперская тема про район и наркоту. Эту часть песни вокалист, как и положено, читает попса-репом. То есть вроде говорит, но говорит попсовым речитативом, в долю. Видать, по запарке думает паренек, что это рэперская читка. Нет, ребята, классический рэп в долю не читают. Я повторяюсь. Он действительно близок к натуральной разговорной речи. В обычной жизни люди в долю не говорят. Так говорят только попсовики, косящие под рэперов. И все равно, американские это попсорэперы или российские. Попса она и в Африке попса. Зачитаю. «Падаю в болото, но я больше не тону. Запах вызывает рвоту, я ловлю свою волну. Да, я снова одинокий, больше не ищи, я тут. Да, я остаюсь свободным, пережившим нищету. Я все делал на износ и ходил на две работы. Потом писал альбом. Думаешь, меня ебет кто ты? Я не вспомню время то, когда я был доволен. В наркоте на районе я оставил там здоровье. Кашель доконает, мысли нас догонят. Я сижу, пишу, стены в поролоне. В наркоте на районе я оставил там здоровье. Ну что, теперь довольна? Ну а дальше уже идет припев с привычными попсовыми словами и пением вдолю. Любить тебя всем вопреки, из-за тебя сойти с ума. Любить тебя всем вопреки, с утра. Прикинь, опять лишь пустота, пустота, пустота. Еще одна песня. The Notebook. Тут идет совмещение английского текста и русской речи. Причем половина текста кричится экстремальным голосом, а половина чистым вокалом поется. Но все с попсовыми словами и вдолю. Фишка такая, и нашим, и вашим. Чтоб всем понравиться. Зачитаю. Я не вижу свет от свеч. Они едва горят в окне. И что же я нашел в тебе, чего нет во мне? Знаю, я на куски порвал наш памяти дневник. Знаешь, сердце как товар, испорчено в груди. If there is nothing in the end, I'd still do it all again, leave me. Твоя любовь лишь тень. Моя любовь разрушила мне жизнь. И приведу цитату еще одной песни с суровым рокерским названием. Я люблю тебя в одно слово. Прекрасное, совсем не попсовое название. Ну а че? Джон Леннон тоже только про любовь пел. И вообще, весь мир только про любовь поет. Че тут такого? Любовь это все. Любовь это главное в нашей жизни. Любовь это Бог. И далее по списку шаблонов. Зачитываю. Я ненавижу твой парфюм. Я ненавижу твой образ жизни. Я ненавижу твое люблю. Оно такое фальшивое, как и ты фальшивая. Соври, что пыталась спасти, но Всю правду помнят от Эли. Ты названа стать сильной. Прости, но ты стала никем. И время растает по местам. Как бы я сильно не кричал, Люди не смогут разделить всю боль. Факты теряются во лжи. Будто бы там так проще жить. Ты так хотела увидеть мою кровь. Я ненавижу все, что ты любишь. Я так ненавижу все, что ты любишь. Ну согласитесь, возвышенно и прекрасно. Ничем не хуже, чем у попсовиков. Про я тебя люблю и ненавижу все, что ты любишь. И ничем не хуже, чем у реперов. Про пацанскую жизнь в наркоте, на районе. И не хуже, чем у шансона панков из группировки Ленинград. Меня ебет, кто ты. В общем, как видите, собрано все самое модное и самое лучшее Из всех современных течений. Высокая и глубокая философская поэзия. Да еще и на двух языках. Бродский отдыхает. Все в полном соответствии с названием стиля. Heavy Metal Pops Repo Chanson. Вот такая вот прекрасная группа. Вот такой вот прекрасный концерт. И вот такой вот прекрасный стиль. Heavy Metal Pops Repo Chanson. Теперь я надеюсь, что меня никто не упрекнет, что я не привожу наглядные и конкретные примеры. А теперь давайте немного передохнем от Стёба и поговорим серьезно. Я ознакомился в Ютубе с некоторой частью творчества этой группы. Прослушал полтора, может быть, два десятка их песен. И отметил одну песню, которая сделана, на мой взгляд, очень качественно и с юмором, и стильно. Причем стильно трижды. Это песня из предыдущего их альбома, которая называется New School. Что я имею в виду под выражением «трижды стильно»? Это, во-первых, в соответствии к критериям глобального жанрового стиля под названием рок-музыка, главной отличительной особенностью которого является постановка ударных слогов окончаний фраз в запевной части песни в контрапункт по отношению к метрическим долям такта. Именно так в этой песне поет куплет и гитарист группы Денис Пятковский. «Батчиш мы качаем зал!» «Батчиш мы качаем зал!» «Батчиш мы качаем зал!» «Батчиш мы качаем зал!» Обращаю внимание, как поставлен ударный слог окончания фразы «Батчиш мы качаем зал!» Он поставлен точно в контрапункт между долями такта. Это и есть главная отличительная черта рок-музыки. Такая постановка вокала, ритмики вокала. Во-вторых, эта песня соответствует стилистике метал-кора, как под стиля рок-музыки, в котором используется экстремальный вокал и скоростная рифовая игра на перегруженных гитарах и ударной установке. Именно так звучит там инструментал. И именно так поет в припевах этой песни Анатолий Борисов. Единственное, он поет по-попсовому, в долю. Я так понял, по-другому петь он не умеет. Ему доступна только простейшая равнодольная попсовая ритмика. Но это простительно, так как на припевы, согласно моим исследованиям, критерий синкопированности вокальной ритмики в рок-музыке не распространяется. Там можно петь как угодно в припевах. И в-третьих, здесь просматривается оригинальный, неподражательский западу индивидуальный стиль группы. Вот поэтому я говорю, песня сделана трижды стильно. Именно так и делается по-настоящему стильная музыка. И не только в роке, а в любом стиле. Когда срабатывает математический матрешечный принцип множество под множество единица. Множество в данном случае. Это глобальный жанровый стиль рок-музыка. Подмножество это под стиль рок-музыки, метал-кор. И единица это индивидуальный стиль группы. В этой песне у них все сложилось воедино. Прекрасная песня. К тому же Денис Пятковский поет куплеты в ней на украинском языке, что придает песне юмора и ироничности. И еще раз обращаю ваше внимание, ударный слог конца фразы он ставит точно в контрапункт по отношению к тактовой доле. Или что то же самое, синкопирует. Как это и принято в классической рок-музыке. Но к сожалению, в припеве Борисов мало того, что сваливается в долю, но еще и начинает материться. Мне похуй на вашу империю, я создам свою. Хороший мальчик. Думает, что таким образом сможет повторить подвиг Сергея Шнурова и прорваться в души очарованной публики. Но тут есть небольшая разница. Шнуров делает это с юмором и иронией, а не на полном серьезе. Я не слышал все творчество группы Wild Ways, да и слушать не буду. Мне и так все понятно. Но это лучшая песня, что я у них услышал. И эта песня лучшая не потому, что они там придумали удачную мелодию, аранжировку, с юморили и поверещали экстремальным голосом. И поругались матом. Нет. А потому что они сделали ее стильно. Трижды стильно. Только поэтому. Исключительно. Именно такую музыку с удовольствием будут слушать и на Западе, и у нас в стране. И по телевизору будут крутить, если убрать из нее мат. Но ее-то, эту песню, как раз на своем концерте они и не спели. Что подтверждает мою мысль. Что они не задумываются над какими-то интеллигентскими, аналитическими изысканиями, теориями всякими, и какими-то критериями стиля. А поют, как и большинство наших рок-музыкантов, как получится. Куда кривая вынесет. Поэтому они сами не понимают, что у них получается стильно, оригинально и хорошо, а что является пародией на металлкор и рок-музыку вообще. Им не до теорий. Времени же нет. Лобать надо. Жизнь же мимо проходит. Пролетает, можно сказать. А теории пусть умники читают. Но это их выбор. Не будем им в этом мешать. И в заключении, чтобы еще больше удовлетворить ваши требования конкретности, я приведу еще несколько примеров хэви-метал-попса Репа Шансона, которые мне любезно предоставил один из подписчиков с ником Макар Кабельщик. Я в одном из своих блогов пообещал подарить вот эту кружку с логотипом рок-группы Волощук СД тому, кто приведет мне в качестве примера три группы, играющих хэви-метал-попса-шансон. Этот подписчик ответил мне практически сразу, не задумываясь. Но с этим коронавирусом как-то закрутилось все, и я не подвел итоги конкурса. Там еще были и другие участники с правильными и разнообразными ответами, но он был первым. Вот какие группы он назвал. Казус Кома, Соник Дед и Супер Козлы. Вкратце охарактеризую каждую. Казус Кома, видать, продюсерский проект. Потому что, не просуществовав и года, они уже засветились у Ивана Урганта в передаче. Просто так туда не попадают. К тому же, они не матерятся, но поют все же по-попсовому, в долю. Тексты такие же, попсовые, все та же любовь, которая все. И косят под калифорнийскую группу Грета Ван Флит. А те, в свою очередь, перенимают лучшее у британских Лед Зеппелин. Поэтому из Казус Комы продюсеры вылепили этакий российский Грета Ван Флиту Лед Зеппелин. Продюсеры, видать, продвинутые, секут, в каком направлении надо двигаться. Соник Дед типичные представители наше радиовского русского рока. Того самого, что Федор Чистяков называл соответствующим словом на букву Г. Точно такая же эклектичная смесь чего попала, с чем попала. Только музыка пожиже, как и принято в этом формате нашего радио. Но особенно мне понравились суперкозлы. Про них много рассказывать не буду. За них и за их музыку красноречиво расскажут вам название их песен. Электро хуй, уебок, я трахнул дочь мента, погладь меня, я член. Меня, честно говоря, мои подписчики, которые присылали примеры хэви метал попса шансона, очень порадовали. Я понял, что люди уже начинают понимать, что такое эклектика, что такое грязь, что такое тупой акын, и что такое музыцирование, не имеющее никакого отношения к искусству и к рок-музыке. Поэтому я благодарю их всех. А от подписчика Макар Кабельщик жду адрес в личку, чтобы отправить ему эту кружку. И в придачу к ней я отправлю ему пару пластинок рок-группы Волощука СД за такие прекрасные примеры. И все-таки будет неправильным, если я не дополню свою конкретику примером нашей славянской группы, которая делает действительно стильный и качественный метал-кор. К сожалению, это не наша российская, а донецкая группа Джинджер, которых признали и в Европе, и даже на родине метал-коров Америки. И там, и там они собирают полные залы, а то и стадионы. Но не потому, что поют на английском языке, а потому, что играют чисто стильную рок-музыку, трижды чисто стильную, но не в три единстве металла, попсы и шансона, а в три единстве глобального стиля рок-музыки, под стилем метал-кор и индивидуального стиля Джинджер. Прекрасная группа. К сожалению, у нас таких и близко нет. Они должны были давать концерт 27 ноября в Арбат-Холле, на который я заблаговременно приобрел билеты. Но, к сожалению, из-за коронавируса концерт перенесли на следующий год. На этом все. Теперь, я надеюсь, вы не будете меня обвинять в неконкретности. Всем желаю добра. А ребятам из группы Wild Ways желаю дальше идти вперед, развиваться, совершенствоваться и поднимать свой любимый стиль хэви-метал-попса-репа-шансон на новые высоты. До свидания, друзья! Из жизни русской профессуры Из жизни докторов наук Истории вам без цензуры Расскажет рокер Валащук Малащук 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 Чатossen Малащук